МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Не дождаться. В Новочебоксарске ограничили движение троллейбусов. Ошибки учтены, планы определены. В Чебоксарском районе подвели итоги социально-экономического развития. Золотой фонд. 285 лет назад в России был открыт первый кадетский корпус. Железнодорожная отрасль встала на путь инноваций. Стратегию на ближайшие годы обсудили сегодня в Москве на конференции объединения производителей железнодорожной техники. О перспективных разработках чувашских предприятий членом ОПЖТ рассказал глава республики Михаил Игнатьев. Сейчас на железнодорожную отрасль работают более 25 предприятий Чувашии. Для нужд РЖД в республике производят цистерны, пульты машинистов, автоматические устройства, обувь. Только за последние пять лет отгружена продукция на сумму 120 миллиардов рублей. Это один из самых лучших показателей в стране. В объединении производителей железнодорожной техники Чувашию называют стратегическим партнером. Сейчас в ОПЖТ делают ставку на программу импортозамещения. Примерно 50% подвижного состава оснащается иностранной техникой. Ситуация требует комплексных мер. Предстает реализовать и другой масштабный проект – строительство ВСМ-2. Уже в 2022 году по скоростной магистрали должны пойти первые поезда. Мечты сбываются. Мы как раз в ходе проектирования работаем с институтами российских железных дорог ОПЖТа. Представили свои предложения, потому что мы сильны электротехническим кластером, промышленностью, машиностроением. И тем самым то, что сегодня есть уже в работе, в разработках, они реально могут быть востребованы при строительстве высокоскоростной магистрали. У нас очень дальние, далекие связи. Практически, скорость будет, наверное, уже 10 лет, как мы установили контакты с администрацией, с аппаратом, который исполняет функции координатора между предприятиями. Я считаю, один из таких немногих, кстати, примеров, где наши взаимоотношения построены на системной основе. Сегодня все предприятия при закупочной деятельности участвуют в конкурентных закупках. И поэтому, что глава республики сказал, очень важно, что продукция предприятий чувашских, она конкурентно способна. Подробнее о стратегии развития железнодорожной отрасли и перспективах чувашских производителей расскажем в понедельник в вечернем выпуске программы «Республика». Внучебоксарский честь троллейбусов не выходит в рейсы. Сумма долга троллейбусного управления перед Чувашской энергосбытовой компанией на 1 января 2017 года составила почти 4 миллиона рублей. Такую информацию публиковали на сайте Министерства транспорта Чувашии. С 2013 года предприятие находится под угрозой отключения электроэнергии за долги. Предприятие не может нарастить прибыль из-за постоянно снижающегося пассажиропотока, поэтому пытается экономить. Согласно плану экономии сокращены выходы троллейбусов днем. Всего с 15 февраля на четырех маршрутах на Учебоксарска в 52-м, 53-м, 54-м К, 55-м К стало на 120 рейсов меньше. 56-й маршрут вообще временно закрыт. Министерство транспорта Чувашии предлагает администрации города найти средства на погашение задолженности и оптимизировать маршрутную сеть. Кроме того, Минтранс просит Чувашскую энергосбытовую компанию установить льготный тариф на электроэнергию. Основные социально-экономические показатели Чебоксарского района обсудили накануне в поселке Кугесе. Кугесский ФОК – центр притяжения любителей спорта со всего Чебоксарского района. Здесь работают секции по 16 направлениям, а учеников около полутора тысяч человек. Глава республики Михаил Игнатьев ознакомился с работой комплекса, ответил на вопросы спортсменов и тренеров, а также вручил зачетные квалификационные книжки. Их получили ученики, которые сдали нормативы первого спортивного разряда. Глава региона подчеркнул, необходимо создавать условия для развития массового спорта в муниципалитете. Перед районом стоят и другие задачи. В 2017 году нам необходимо выполнить план наступления доходов и исполнить все принятые расходные обязательства, а также усилить работу по взысканию арендных платежей. Последних накопилось аж на 12 миллионов рублей. Глава республики потребовал решить этот вопрос в кратчайшие сроки. На совещании обсудили и реализацию инвестиционных проектов. В районе эффективно выполняется ряд муниципальных программ. Как итог, высокие показатели во всех сферах жизнедеятельности. К примеру, по росту объема валовой продукции сельского хозяйства, Чебоксарский район – лидер республики. В этом году работа будет продолжена. Планируется реализовать еще 31 проекта сумму более 1,3 миллиарда рублей. И создать 295 новых рабочих мест. В районе для создания новых производств имеется 23 земельных участка муниципальной собственности площадью 48 на этаже. В разговоре приняли участие жители муниципалитета. В деревне Анаткиняры уже третий год. В ФАПе нет штатного специалиста. Этот участок у нас совмещает медицинская сетра врача общей практики, Фомина. И поэтому прием, конечно, ведется в офисе врача общей практики. И ведется выездная работа. Вы не решаете эти вопросы. Принимайте этих людей. Отправляйте приказом. И шлезьте поликлиники. Или с районной поликлиники людей, которые будут находиться там в 7 часов или 8 часов по графику. Подводя итоги совещания, глава республики отметил большой потенциал муниципалитета и поблагодарил жителей за достигнутые успехи. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. С 2017 года упрощается механизм получения государственной поддержки для аграриев. В частности, вместо 54 различных направлений будут 7 основных. А банковские кредиты начнут оформлять сразу по льготной ставке. Новый порядок кредитования и формы поддержки сельхозтоваропроизводителей обсудили на коллегии Минсельхоза Чувашия. В Чувашии меры поддержки агропрома оказываются по 31 направлению, которые будут объединены в 7 основных субсидий. Всего в 2017 году на эти цели с федерального бюджета ожидается около 1,5 миллиардов рублей. Из республиканского около 800 миллионов. Заместитель министра Марина Загрибаева напомнила и об условиях, от которых зависит сумма финансовых льваний. Для того, чтобы использовать 7 субсидий, республика должна по 35 показателям выполнить те обязательства, которые определяет федеральный центр. Здесь было сказано о пашне, о поголовье, о рабочих местах. Все эти показатели ложатся в основу объема денег. Чем меньше пашня, чем меньше результаты, тем меньше денег приходит в республику. Обсудили итоги работы отрасли в прошлом году. Индекс сельскохозяйственного производства составил 101,4%. Средняя заработная плата выросла на 7% и достигла 15 тысяч рублей. Но это все равно ниже, чем в среднем по экономике. Посевная площадь 576 тысяч гектаров. Задача со следующего года увеличить пашню за счет воды необрабатываемых земель. Есть и другие точки роста в полном смысле этого слова. В Российскую Федерацию ежегодно завозятся хмели и хмелепродукты на 9-10 миллиардов рублей. Мы, в принципе, имея определенный потенциал, могли бы при определенной государственной поддержке и при политическом решении ежегодно производить потихонечку, потихонечку, до половины объема и зарабатывать 5-6 миллиардов рублей, я думаю, для Чувашской республики. И это было бы немало. И в том числе была бы занята с пределом полутора-двух тысяч человек на работе в селе. Есть перспективы и у молочного животноводства. Сегодня в республике производится более 400 тысяч тонн молока. Около половины вывозится в сыром виде за пределы Чувашия. А 70 тысяч тонн, наоборот, возится. При этом местные молокозаводы могли бы перерабатывать вдвое больше сырья. Словом, есть над чем подумать и к чему приложить усилия. Елена Гальперина, Надежда Якулева, Сергей Адушкин. Республика. Игра на волоске от смерти. Неведомые доброжелатели, в кавычках, предлагают детям по всей стране ощутить драйв и адреналин и сыграть в опасную игру «беги» или «умри». В социальных сетях вовсю рассказывают и показывают, как ребята в возрасте от 9 до 15 лет наспор перебегают дорогу перед машиной. К чему это может привести, догадаться нетрудно. Родительское сообщество бьет тревогу. Видеоролики, рассказывающие о гибели подростков под колесами автомобилей, как снежная лавина заполнили интернет. Игра, когда один бежит, другой снимает, превращается в страшную забаву. Пока одна сторона, преступная, предлагает детям опасную игру, другая встает на защиту. Многим родителям сейчас приходят на телефон сообщения с предупреждениями. Не оставляйте детей без внимания. Елена Григорьева, мама-подростка, на подобные сообщения отреагировала моментально. Когда есть в семье дети, ты понимаешь, что здесь что-то кроется такое достаточно сложно. Естественно, я тут же обратилась к сыну, как только увидела. Но у нас была беседа минут на 10 с сыном. Когда получаешь смс подобного рода, вообще все, что касается детей, при всем вот этом спаме, который максимально каждый день приходит по 3-4, все, что касается детей, все равно достаточно остро стоит. Ты все равно, будучи матерью, обращаешь внимание. Еще раз говорю, это лишний повод поговорить с своим ребенком. Компьютерная игра «Беги или умри», перекочевавшая в реальности с всемирной паутины, уже унесла жизни десятков подростков в разных уголках страны. О смертельном увлечении говорят в Алтайском, Хабаровском, Волгоградском, Астраханском, Красноярском, Смоленском и других регионах. При этом Чуваше в этом списке не значится. У нас в республике такие факты пока не происходили, но мы всегда работаем наперед для профилактики. Наезды на детей происходили чисто по их неосторожности. Совместно с силами и полиции, и министерством образования проводим профилактические мероприятия с участием детей. Особенно обращаемся к родителям и взрослым, чтобы такие случаи на территории нашей республики не происходили. Тут надо ко всем обращаться. Обращаться и водителям надо будет осторожен во дворах. В основном дети сегодня пострадали. То есть выбегают из-за близко стоящих транспортных средств, где они не видны, потому что они сегодня играют, бегают. Ну и в других местах. В школах проводятся собрания с участием педагогов, полицейских, психологов. Последние предлагают родителям подростков быть внимательнее к собственному чаду, контролировать, на каких сайтах чаще всего он бывает, чем увлекается. Дети обмениваются между собой информацией о том, как они проводят время, что они делают. И, в общем-то, мода играет здесь тоже большую роль. Поэтому, скорее всего, идет вот такое вовлечение. Если родители не знают об увлечениях ребенка, о его друзьях, о тех контактах, которые у него есть в социальных сетях, то они могут пропустить тот момент, когда на ребенка будут влиять больше не они, не их взгляды, не их понимание ситуации, а то, что он черпает из всемирного, так скажем, информационного пространства. Татьяна Удина отмечает, проблема не новая, меняется лишь способ воплощения. Когда ребенок с младшего возраста погружается в виртуальный мир, у него возникает некое иное восприятие реальности. Реальность становится для него чем-то похожим на виртуальность. И иногда ему кажется, что смерть – это не такая реальность, какая могла бы быть на самом деле. Это отношение к смерти, оно очень амбивалентно, оно очень противоречиво. И нужно разговаривать с детьми на том языке, на котором им это понятно, о всех проблемах жизни и смерти. В этой ситуации важно объединить усилия всех – родителей, педагогов, правоохранительных органов. Только тогда интернет может стать действительно безопасным для наших детей. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Андрей Шоклев, Республика. Минуло почти 66 лет с того года, когда первые отряды студентов и добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное движение прошло не одно поколение советских граждан. Да и сейчас студенческие отряды активно функционируют. Кстати, начиная с прошлого года, 17 февраля стал официальным праздником российских студенческих отрядов. Они танцуют, поют, рисуют, строят, воспитывают детей. Они участники масштабного движения под названием «Российские студенческие отряды». И именно за этой дверью придумываются, пожалуй, самые интересные молодежные проекты. Пойдемте посмотрим. Подготовка и проведение мероприятий, решение организационных вопросов, проведение круглых столов, выставок, студвесен, рисование плакатов, написание песен, постановка танцев – эти бойцы в зеленых целинках могут все. Здесь каждый может выбрать себе работу по душе. Строительные, педагогические, сервисные отряды и отряды проводников. В каждом из направлений есть своя прелесть. Российский студенческий отряд для наших студентов, я думаю, что это настоящая школа жизни, которую они впервые проходят и очень много по чему учатся. Самым массовым направлением, как обычно, остаются студенческие и педагогические отряды. То же самое творческое, самое яркое. Хотя комиссарская работа сейчас есть в любом направлении, и ребята живут очень полной такой яркой, активной жизнью и в строительных отрядах, и в отрядах проводников, устраивая флеш-мобы на вокзалах. Наверное, с курса равняется. Аня Васильева всегда знает, как пройдет ее лето. На море с речевками и песнями под гитару. Девушка вот уже три года работает вожатой в детских оздоровительных лагерях. В прошлом году она одной из первых полетела работать в Крым. А стать вожатой Аня решила еще в детстве, сама отдыхая в лагере. Отряд для меня – это в первую очередь семья, потому что мы такой длительный срок находимся с этими людьми в лагере, вместе работаем, вместе отдыхаем, очень интересно проводим время. Поехать в лагерь Аня планирует и в этом году. А пока активно готовятся к празднованию Дня российских студенческих отрядов. Кстати, у этого праздника появились и первые традиции. Каждый боец или тот, кто был в студенческом отряде 17 февраля, надевает свою форменную куртку. И где бы он ни находился, какую бы должность ни занимал, этот праздник он встречает в Целинке. В память о тех, кто заложил одну из самых лучших студенческих традиций. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Не только студенты, но и все желающие могут начать подготовку к тотальному диктанту. В Чувашском государственном университете на факультете русской и чувашской филологии в аудитории 434 каждую пятницу в 18 часов будут проходить занятия по русскому языку. Напомним, тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля. Сегодня в Доме детского и юношеского творчества состоялось посвящение в кадеты. 42 ученика кадетской школы произнесли клятву и приняли присягу. Именно в этот день, ровно 285 лет назад, по указу императрицы Анны Иоанновны, в Петербурге был открыт первый в России кадетский корпус. С того момента 17 февраля принято считать исторической датой. Сегодня ровно 285 лет исполняется, но преимущество на лицо – это духовность, это внутреннее содержание. И вообще, в философском плане, если посмотреть, это тот случай, когда мы говорим, и форма, и содержание должно соответствовать. Форма наполнена патриотизмом, внутренним содержанием, любовью к семье, к родине, школе и тем традициям, которые за эти годы были. Вот они – будущие военнослужащие. С каждой минутой волнение ребят нарастает, ведь через пару минут они произнесут клятву и станут настоящими кадетами. Верно-симотверженность служить отечеству – премьемся! Вы верны и честны товарищи! – премьемся! Поддержать юных кадет пришли не только родители, но и их преподаватели. Например, Геннадий Долгов раньше вел занятия по судовождению. Когда мы такими же маленькими были в школе учились, было поколение такое, все хотели же космонавтами, летчиками, моряками стать. Сейчас, конечно, времена меняются, молодежь, интересы другие, но все-таки думаем, что кто-то вот такую стезю морскую выберет. Обучение в кадетской школе ориентировано на военную и гражданскую службу. Особое внимание уделяется физической подготовке и культурному развитию кадет. По словам директора кадетской школы Татьяны Казаковой, в ближайшие месяцы вместе с учениками планируются выезды военной училища Приворского федерального округа, для того, чтобы пообщаться с коллегами и обменяться с ними опытом. Ну, самая главная задача сейчас стоит, это построить новую школу, в которую мы хотим въехать в 2019 году. Строительство школы начнется в этом году, и, соответственно, сейчас готовится концепция развития новой школы, программа, то есть, понятно, что федеральные государственные стандарты, которые действуют в общеобразовательных учреждениях, они касаются и нашей школы, но мы думаем о том, какая будет программа дополнительного образования детей именно по направлению военно-патриотического воспитания. Стать военнослужащими непросто. Смирно сидеть на уроках, быстро кушать в столовой, держать осанку, получать хорошие оценки иногда бывает сложно. Но со всеми трудностями ребята справляются. В нашей школе очень прославлена дисциплина, нельзя бегать по коридору, шуметь на переменах. У нас, ну, как обычная школа, только у нас военный уклон там. У нас что? Оружие разбираем, собираем, маршируем. У нас в школе есть специальные нормативы для этого. Еще у нас вот такие вот книжки, где записываются все оценки. И только сегодня ее получили. Нужно якоря и тросы, Нужно нам узнать, что помнят все матросы, Нужно знать, что рейд над волною синий, А всего нужнее Родина Россия. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова